Сегодня все говорят о кризисе как о чем-то катастрофическом. Ну, правильно. Но, в принципе, кризис – это свидетельство приходящих перемен в нашу жизнь. Кризис заставляет что-то менять в подходах. И по мнению некоторых специалистов, экспертов, которые прогнозируют будущее экономик разных стран. И какие же возможности для людей будут в приоритете в ближайшие времена. Из-за того, что наступили такие сложности в экономике. То есть такие люди, которые, эксперты, так называемые, которые утверждают, что для самовыживания, самоорганизации и самообеспечения наиболее всего подходит такой вид бизнеса, как MLM. Был бы только соблюден баланс. Что имеется в виду? Продукт нужен такой, который в этих тяжелых условиях способствовал бы выживанию людей. Ну, например, продукт, который позволяет что-либо экономить. В условиях кризиса это хорошо. Если ты продаешь элитные духи через MLM-компанию, через сетевой маркетинг, то это, конечно, проблемно в условиях кризиса. Или даже хорошие, замечательные продукты, связанные со здоровьем или еще что-то. В условиях кризиса это не в тему, как говорится. К сожалению. А вот что-нибудь экономить, найти какой-то продукт, который бы заменил в повседневном обиходе то, что мы покупаем по большой цене, но все время покупаем, вынуждены покупать. Вот это, да. И, например, такой вид бизнеса, как продукт, который позволяет экономить топливо, например. Никогда люди с автомобиля не сойдут, ни при каких кризисах заправляться будут. А вот сэкономить на бензине, вот это, да. И заботиться о людях не надо. И рабочих мест много. И это может быть дополнительной подработкой в свободное время. И работа из дома, снимается нагрузка на транспорт. Ну и так далее, и так далее. Я не специалист, не буду выдаваться во все детали анализа. Ну вот, например, читаю статью. Читаю статью в английском издании каком-то. Кризис настолько ударил по мировой туристической отрасли, что два туристических гиганта, компания Globetrotter и онлайн-агентство LastMinute.com, решились на изощренный пиар-ход. Они обратились к гражданам Великобритании с заманчивым предложением отправиться на три месяца в кругосветное турне по красивейшим городам мира и лучшим курортам. Требований всего два. Первое. Пройти собеседование. Второе. Уже в ходе поездки ежедневно присылать подробные отчеты о своем отдыхе. А все остальное время летать по миру, жить в лучших отелях, питаться в ресторанах, ходить по музеям, заповедникам и так далее. На первый взгляд, пишет издание, работодатели спятили. Организация элитного отдыха для миллионов британцев войдется компаниям в 33 тысячи долларов на одного сотрудника. Общие затраты кажутся просто грандиозными. Но масштабная рекламная компания всех этих курортов, равно как и серьезные маркетинговые исследования, обошлись бы гораздо дороже, как подсчитали специалисты. К тому же, такие сотрудники, путешественники, имеют друзей и знакомых. Сотни и тысячи. А те, в свою очередь, также имеют друзей и знакомых. Цепочка растет, а значит и охват потребителей тоже. Бомбовый эффект такой пиар-компании обеспечен. О чем это говорит? Это говорит, что принцип сетевого маркетинга, распространение через человека, через его близкие связи, через его личные эмоции, впечатления. Через доверительную связь между близкими людьми, сегодня в условиях кризиса становится наиболее оптимальным. Вот вам и доказательства того, что MLM бизнес имеет в усложняющихся условиях мировой экономики огромный потенциал. Который скоро будет реализовываться по-настоящему, жизнь заставит. А во-вторых, принципы сетевого маркетинга, распространение информации от человека к человеку, а не через рекламу, которая сегодня очень дорогостоящая и неэффективна, становится все более популярным. И умные люди готовы инвестировать деньги лучше в принципы MLM, чем в обычные рекламные компании. Так что мы с вами, ребята, на правильном пути. Желаю вам удачи.